Запись началась, и тема нашей сегодняшней лекции, как вы уже можете и видеть, слышали, это обязанности иностранцев. Тема, довольно-таки само название подразумевает, что это будет довольно обширная тема, и чтобы ее как-то сузить и более конкретизировать, в основном мы сегодня будем говорить о обязанностях иностранцев, которые у иностранцев появляются благодаря закону о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики. Вы можете видеть название закона на Чешском и его номер, для чего это важно, чтобы вы знали, соответственно, с каким законом все эти обязанности появляются, для того, чтобы вы потом и самостоятельно могли посмотреть этот закон и взглянуть, его можно без проблем найти в открытом доступе в интернете. Потом все ссылки будут в конце, также некоторые ссылки важные я буду потом еще посылать в чат, чтобы вы могли их открыть и в случае необходимости сохранить себя. Мы будем в основном говорить о обязанностях, которые предусмотрены законом о пребывании иностранцев, потому что у иностранцев есть только права, есть еще и обязанности. И мы сегодня также поговорим не полностью обо всех обязанностях, скорее это такой обзор самых важных, самых популярных, самых частых, с которыми встречаются иностранцев на территории Чехии, по каким возникают больше всего вопросов и с которыми чаще всего встречаются все иностранцы, вне зависимости от того, что это иностранцы с так называемых третьих стран или же это граждане Европейского Союза или их родственники, родственники граждан Европейского Союза. Те, возможно, кто был на предыдущей лекции или на каких-то моих других, уже знакомы с тем, что я люблю использовать сокращения здесь внизу на слайдах для лучшей ориентации. Здесь мы будем работать с двумя сокращениями, которые первое отображает граждан третьих стран, второе сокращение отображает граждан Европейского Союза и их родственников. Соответственно, если слайд будет касаться обеих этих категорий, то вы увидите оба сокращения. Если же это будет касаться только одной категории, той или иной, то, соответственно, будет одно из этих сокращений. В основном мы сегодня рассмотрим три важных пункта, три основных пункта. Потом еще будет дополнительная актуальная информация, которая касается актуальной ситуации как и с коронавирусом, так и с, например, то, что касается переписи населения в Чехии. Но для начала мы будем рассматривать несколько параграфов закона о пребывании иностранцев на территории Чехии. А, соответственно, это будут параграфы, которые вы видите, параграфы, посвященные уведомлению о месте проживания на территории Чехии, уведомления о разных изменениях. изменениях имени, фамилии того же места проживания, паспорта, потери каких-то документов. Плюс будут еще другие обязанности иностранцев, связанные с разными жизненными ситуациями, которые могут встречаться во время пребывания иностранцами на территории Чехии. Еще раз повторюсь, что эта презентация, этот курс посвящается самым популярным обязанностям. Не все обязанности здесь будут указаны, но если вы хотите ознакомиться полностью со всеми обязанностями, то здесь вы видите параграфы, в которых вы их можете найти. И плюс перед этим был еще закон, в котором эти параграфы относятся. Начнем мы постепенно с того, что у нас будет условный иностранец, и вместе с тем, как мы будем проходить по лекции, наш иностранец условный также будет исполнять разные обязанности, которые у него есть. И так постепенно, шаг за шагом, мы ознакомимся с разными обязанностями, с тем, как их исполнить, что для этого надо, надо заполнять какие-то бланки или нет, что конкретно надо уведомлять и так дальше. Первое, что надо сделать после приезда на территорию Чехии условному иностранцу, иностранцу с третьей страны, как видите, это уведомить в течение трех дней после приезда на территорию Чешской Республики, уведомить отделение полиции по делам иностранцев о своем приезде, так скажем, зарегистрироваться. Для четкого понимания, в какой организации, в какой институции о чем надо уведомлять, надо понимать, что иностранцы очень часто путают два понятия. Это полиция по делам иностранцев и департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел. Чтобы сэкономить и ваше время, нервы, надо четко различать эти две институции, чтобы вам не пришлось в случае чего тратить время на переезд с одной части города в другую. Поэтому всегда на слайде будет указываться, в какой организации надо ту или иную обязанность исполнять. Отделение по делам иностранцев, отделение полиции по делам иностранцев как раз занимается регистрацией после приезда. Например, это касается приехавших с краткосрочными визами или же с визами долгосрочными, приехавшими по безвизу, например. И в течение трех дней такие иностранцы после приезда на территорию Чехии должны зарегистрироваться. Это не касается тех иностранцев, которые эту обязанность исполняют во время заселения по месту жительства. В основном это в случае отелей и общежитий. Уже при поселении иностранцы заполняют специальные бланки регистрационные, которые потом предоставитель жилья передает полиции по делам иностранцев. Они ведут так называемую домовую книгу. Кто поселяется, как долго там будут жить и так дальше, какие у них визы, номера документов, цель пребывания и так дальше. Это что касается иностранцев третьих стран, из них три дня на данную регистрацию. Что же касается граждан Европейского Союза, то они имеют эту обязанность в случае, если будут пребывать на территории Чехии дольше 30 дней. И в отличие от граждан третьих стран, у них есть для этого, для уведомления 30 дней. В отличие от граждан третьих стран, у которых три дня. Также это не будет касаться тех иностранцев, тех граждан Европейского Союза, которые данную обязанность исполняют во время заселения по месту жительства. Также это отели или же общежития. Вот примерно так выглядят эти бланки, которые заполняются в полиции при регистрации или же при поселении в отеле или же общежитии. Они могут формально, графически отличаться, но вся эта информация все равно там должна быть указана. В основном графически это отличается у владельцев отелей и общежитий. У них иногда бывает свой формат бланков, но вся информация там все равно указывается. Что же касается следующего пункта, это все возможные изменения. Одним из самых частых изменений является изменение, которое касается изменения места проживания, изменения адреса проживания. Стоит сразу уточнить, что у иностранцев на территории Чехии может быть только один адрес проживания. Где вы зарегистрированы, там вы и должны проживать. И в случае переезда вы должны о данном переезде уведомить. Уведомляете вы департамент по вопросам предоставления убежища иммиграционной политики. Это касается всех иностранцев, у которых есть долгосрочная виза и все, что свыше долгосрочной визы. То есть разрешение на долгосрочное пребывание, разрешение на постоянное пребывание и так дальше, и так дальше. В случае долгосрочной визы и при переезде, в случае, если вы переезжаете на срок более 30 дней, у вас есть 30 дней, 30 рабочих дней, чтобы уведомить о своем переезде. Почему стоит уведомлять вовремя о своем переезде? Почему не стоит затягивать? Конечно, это какие-то штрафные санкции со стороны министерства, которые приписаны в законе. О штрафах, их размере мы конкретно сегодня говорить не будем. Я вам потом скажу только приблизительные размеры, потому что там есть три варианта штрафных санкций. Они всегда до какой-то суммы. То есть их размер может варьироваться от конкретного нарушения и от разных условий этого нарушения разных деталях. Адрес – это очень важная часть жизни иностранца в Чехии, его правильность и актуальность в базах департамента по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, потому что вся официальная коммуникация между вами и этим департаментом в основном проходит по почте, обычной почте, и чтобы письма от департамента приходили на правильный адрес, и они действительно приходили, нигде не терялись. Важно, чтобы, во-первых, в департаментах был ваш актуальный адрес, куда вам посылать письма. Плюс очень важно, чтобы в месте вашего проживания у вас был почтовый ящик, на котором будет указана ваша имя и фамилия. И плюс на звоночке возле двери, если это квартира, например, тоже должна быть ваша фамилия и ваше имя на домофоне также, чтобы работник почты, почтальон, который придет с письмом, он был уверен, что вы там действительно проживаете и мог вас или контактировать, или же оставить вам уведомление, что у вас есть письмо и на какую почту вам надо этим письмом прийти. Особенно важно это в моменты, когда вы подали какое-либо заявление в департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики и ждете какого-то результата, выпадаясь на продление, на смену цели пребывания и так далее, и так далее, и так далее. В случае каких-то неясностей, в случае, если вам надо будет донести какие-то документы, на что-то реагировать, министерство всегда будет вас контактировать именно по почте, и вам это письмо должно прийти. Если же вы срок не ответите в срок, то, конечно, потом могут быть какие-то проблемы с вашим разрешением на пребывание. Что же касается ситуации, если у вас разрешение на долгосрочное проживание или на постоянное пребывание, то в таких случаях важно уведомить о смене адреса, если вы переезжаете на срок дольше 180 дней, и сделать это надо также в течение 30 рабочих дней. Также вы должны уведомить Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики. Какие документы вас будут требовать? Что надо заполнять? Какие бланки? что принести с собой и так далее? Каким образом можно применять адрес лично или же по почте? Надо за это платить или не надо? Эти вопросы мы рассмотрим чуть позже. Есть также случаи, когда у иностранцев краткосрочные визы или двухсрочные визы с целью сезонного трудоустройства, и они с этими визами также могут переезжать, то здесь важно, что вы должны уведомить в течение 15 дней, если вы переезжаете на срок дольше 15 дней, и в этом случае надо уведомить отделение полиции по делам иностранцев. Адрес департамента миграционного и полиции по делам иностранцев в конце вы увидите, чтобы различать их как минимум по месту нахождения именно в Барно и что касается Южно-Маравского края. В случае граждан Европейского Союза и также их родственников в зависимости от того, какое у них разрешение на пребывание, в основном или же разрешение на временное пребывание, или же разрешение на постоянное пребывание, как гражданина Южно-Маравского Союза, так и его родственника, то здесь правила схожи с правилом, которое касается иностранцев третьих стран с разрешением на долгосрочное и постоянное пребывание, то есть уведомлять надо не позже, чем в течение 30 дней, в случае переезда на срок дольше 180 дней. То есть вам надо учитывать эти сроки. Потом есть еще целый ряд изменений, у которых вы, как иностранцы, у которых есть разрешение на пребывание в Чехии, должны уведомить департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Чешской республики. Здесь указаны самые популярные изменения, о которых надо уведомлять. Это изменение имени и фамилии, изменение семейного положения, то есть это брак, развод, обновение. Это изменение данных в загранпаспорте. В основном, если меняются какие-то данные в загранпаспорте, то меняется и сам паспорт. Так что это уведомление о новом паспорте в загране. Потом вы должны уведомить о изменении, которые касаются данных, указанных в биометрической карте, разрешения на пребывание в этом биометрическом удостоверении. У кого-то оно еще розовое, синее, новые уже, желто-синее. Вот что касается изменений, указанных на этой карте. Обо всех этих изменениях вам надо уведомить департамент миграции. У граждан Европейского Союза, их родственников, соответственно, у которых есть разрешение на пребывание на территории Чехии, они также уведомляют об изменениях, как и граждан у третьих стран. С той только разницы, что срок здесь чуть более долгий, чуть продлен, не три рабочих дня, а 15 рабочих дней. То есть в течение 15 рабочих дней гражданин Европейского Союза, или же его родственник, с разрешением на пребывание в Чехии должен уведомить департамент миграции о том или ином изменении. Сейчас что мы рассмотрим и что важно, чтобы уведомление об изменении прошло, как проще для вас подготовить все нужные документы, заполнить специальный бланк и в случае необходимости купить гербовые марки, в начерском колки, чтобы уведомить о том или ином изменении. Конкретно сейчас мы рассмотрим, в первую очередь, изменение адреса, изменение места проживания и рассмотрим сначала ситуацию граждан третьих стран с разрешением на постоянное пребывание в Чехии, с так называемым тервалом публикаем. Так это звучит на Чехии, чтобы 100% уяснить нашу терминологию. Гражданин третьей страны с разрешением на постоянное пребывание сменил адрес, переехал на срок дольше 180 дней и в течение 30 дней он приходит в департамент миграции с бланком уведомления о изменениях, которые он запомнит. Так выглядит данный бланк, о нем мы поговорим чуть позже. Этот бланк вы можете скачать на сайте Министерства внутреннего дела, распечатать или же прийти в сам департамент и получить его там бесплатно. Есть на стойках в департаменте, где пустые бланки. Потом надо принести подтверждение, документ, который подтверждает данное изменение, в этом случае оригинал или нотариально заверенную копию договора об аренде жилья или же подтверждение о предоставлении жилья. Если вы являетесь владельцем недвижимости, то выписку с катастрофа недвижимости. И плюс, так как у вас разрешение на постоянное пребывание и вы граждане третьей стороны, например, старше 15 лет, то вы еще принесете с собой марку, гербовую марку в размере 1000 крон. Если вы уже младше 15 лет, то эта марка будет за 500 крон. Этими марками этот административный сбор оплачивает выдачу новой карточки разрешения на пребывание, то есть новой геометрической карточки, потому что на вашей карте будет указан адрес с местом жительства. Это уже не действует для других граждан третьих стран, то есть для тех, у кого нет разрешения на постоянное пребывание, то есть для тех, у кого разрешение на долгосрочное пребывание, или же трудовая карта, как один из вариантов разрешения на долгосрочное пребывание, или же у вас долгосрочная виза. Тогда вам ничего оплачивать не надо, потому что карточка ваша меняться не будет. Вы просто получите штамп паспорт с новым адресом, свой загранпаспорт. И если же вы гражданин Европейского Союза, то также вы не будете ничего оплачивать. И родственники граждан Европейского Союза при смене адреса ничего не оплачивают. Здесь это бесплатно. Получите также штамп в свое удостоверение о пребывании, потому что оно у вас в форме паспорта, можем сказать. И в него вам поставят штамп с адресом. Как я уже упоминал, надо заполнить бланк. Бланк выглядит довольно просто. Если ничего нет сложного, мы чуть-чуть его приблизим, чтобы вы могли лучше увидеть. Значит, фамилия, имя, в случае замужества, девичья фамилия, дата рождения, гражданство. Плюс здесь еще тип вашего разрешения на пребывание в Чехии. То есть, двухгодовый побит, тревогий побит, заместная карта, приходный побит родинного прислушника, чана ЭУ и так далее, и так далее, и так далее. То есть, то, что у вас на руках. Потом, в случае смены адреса, у вас берите первый пункт, так как вы меняете адрес, потом напишите здесь старый адрес, здесь напишите новый адрес, потом еще брено, дата и ваша подпись, которая подтверждает, что вы подаете это уведомление. Соответственно, если же это не смена адреса, а какое-то другое изменение, например, вы меняли имя или фамилию, выберите данный пункт. Если же вы хотите уведомить о том, что у вас появилась чешская фишка... Я выключу. Да, звук лучше, чтобы был выключен микрофон, иначе появится эхо. Например, четвертый пункт в случае получения чешского гражданства, то вы выберете четвертый пункт соответственно. И для подтверждения каждого изменения вам надо предоставить соответствующий документ, который это подтверждает. В случае изменения имени и фамилии, это документ, который подтверждает изменение фамилии или имени от органа, который это изменение произвел. Например, если же вы вышли замуж, то это девятый пункт, измена родины Густаву. Тогда вы предоставляете свидетельство о браке. Все документы, так называемые, метрические, то есть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, если вы сообщаете о смерти иностранца. Все они должны предоставляться, должны приходить с оригиналом, плюс еще с заверенной копией, чтобы ее могли сверить с оригиналом. Это то, что касается уведомлений об изменениях. Все изменения, уведомления обо всех изменениях, которые указаны здесь, они бесплатны, кроме тех, о которых мы уже говорили, которые подлежат административному сбору. Если вы меняете адрес и вам, например, вы его можете поменять лично, тогда вам поставят штамп в паспорт. Если, например, сотрудник забыл его поставить в паспорт, то напомните ему. Если же вы меняете адрес почты, потому что вы можете его поменять и по почте, послав все надлежащие документы на адрес департамента миграции, то потом, когда у вас будет время, вы можете прийти лично и получить штамп в паспорт. Лучше всего для данного действия записаться на прием. Номер департамента миграции плюс сайт, на котором вы можете записаться, сейчас пошлю в чат, чтобы, в случае чего, вы могли записаться, например, в Берно. И плюс еще сайт frs.go.cz, на котором вы можете зарегистрироваться, создать себе учетные записи и потом записываться на прием, в свободные даты, онлайн, без потребности, звонить в колл-центр. Еще важная деталь. Одно из частых изменений – это новый паспорт. Здесь, если внимательно посмотреть, то нет пункта мнения паспорта или получения нового паспорта, поэтому стоит выбирать пункт 11, то есть другие. Все изменения, о которых вы бы хотели уведомить, но их нет здесь в списке, можете выбрать другие и все будет правильно. Это все, что касается разных изменений. Уведомления об изменениях, я уже сказал, можете это сделать лично или лично записавшись на прием. Это лучший способ, чтобы не сеять в очереди, долго не ждать и что у вас 100% приняли, что у вас был номерок для очереди, учитывая большой наплыв людей в департамент. Или же вы можете сделать это по почте, посылая все заказным письмом, чтобы у вас было подтверждение, чтобы письмо в министерство отослали. Еще довольно частая вещь, которая случается, это разные кражи, потери или же повреждения. В этом случае это касается загранпаспорта. В случае кражи, потери или в случае повреждения загранпаспорта вам надо обратиться и уведомить об этом введение полиции. По делам иностранцев это лучший способ и надо это сделать как можно скорее, после того, как вы заметили потери и полиция вам выдаст подтверждение о том, что вы уведомили о краже. Это подтверждение является одним из документов, который от вас будет требовать консульство для выдачи нового паспорта или же для выдачи паспорта или документа для возвращения в страну происхождения. Поэтому первый шаг, перед тем, как идти еще в консульство, надо сходить в полицию по делам иностранцев. Это в случае кражи, потери или повреждения загранпаспорта. Если уже речь идет о удостоверении, разрешении на пребывание вашей или же биометрической карточки, или же в случае граждан Европейского Союза или их родственников, то самого удостоверения, оно выглядит как паспорт или же просто бумага А5 формата, сложенная в зависимости от того, что это за разрешение на пребывание. Вам надо в течение трех дней обратиться в департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики для того, чтобы уведомить об этой потере. Если же случится ситуация, что данное разрешение на пребывание вы потеряете где-то за границей, например, вы поехали, да, сейчас в коронавирусные времена это сложнее представить, но вдруг вы поехали в отпуск в Италию, и в Италии потеряли свое удостоверение, разрешение на пребывание на территории Чехии. Вам в этом случае надо обратиться в чешское дипломатическое представительство, то есть консульство или посольство, так как именно они выдавали, так как Чехия как страна выдает это разрешение на пребывание, то, соответственно, вам надо потом обратиться в представительство Чехии и уведомлять о потере разрешения на пребывание. С этим, что касается выдачи потом дубликата, выдачи нового разрешения на пребывание, связана и оплата административных сборов. В случае потери разрешения на пребывание гражданина третьей стороны старше 15 лет, и им будут выдавать дубликат действующего разрешения на пребывание, он должен будет оплатить 4000 чешских крон, снова это в форме гербовых марок. Эти сборы, административные сборы оплачиваются сразу при подаче того или иного уведомления. Это касается и уведомления о смене адреса, также и здесь этого уведомления о краже, потере или повреждении удостоверения на пребывание. В случае старше 15 лет граждане это 4000 крон, если же это гражданин младше 15 лет, тоже гражданин третьей стороны, это 2500 крон административный сбор. В случае граждан Европейского Союза или же родственников граждан Европейского Союза, это всего 100 крон марка за выдачу дубликата. Потом, что касается последующих обязанностей иностранцев, которые уже не связаны с уведомлением разных изменений, которые могут произойти, одной из таких обязанностей является обязанность в первый рабочий день после освобождения из мест заключения прийти или в отделение полиции по делам иностранцев, или же в департамент по вопросам предоставления убежища миграционной политики. Об этой обязанности 100% вспоминают при самом освобождении, еще вручая при освобождении информационный лист, что надо сделать после освобождения. Но стоит об этом понять. В случае чего? Таких случаев нет. Слишком много, но всякое может случиться, поэтому стоит помнить и об этой обязанности. Сейчас посмотрю на вопросы. Лили, все документы, которые вы предоставляете при подаче заявлений, не должны быть старше 180 дней. Это правило сохраняется и при подаче заявления на продление разрешения на долгосрочное пребывание. То есть конкретно в момент подачи не должно быть старше 180 дней. Если я правильно считаю, то если это будет до марта, то это не должно быть старше 180 дней. Так что все должно быть в порядке. Все зависит от даты, когда вы будете подавать заявление. Что же касается последнего вопроса, нужна ли временная виза, если вы подались на продление, а новой карточки еще нет, старая уже недействительно. Временная виза нужна в случае, если вы планируете куда-то уезжать вне территории Чехии. В таком случае временная виза вам нужна, чтобы пресечь границу без проблем и чтобы вы смогли вернуться. Также некоторые другие госучреждения Чехии могут от вас требовать временную визу. Например, иногда это случается в случае биржи труда при подаче разных заявлений биржи труда. Если у вас нет действительно карточки, то они требуют хотя бы временную визу. Относительно того, что должен носить с собой иностранец в случае разных проверок, мы еще проверим позже. И следующая обязанность, она касается детей, конкретно детей, которые родились на территории Чехии, то у родителей есть обязанность на протяжении 60 дней подать в департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики заявление на получение разрешения на пребывание для ребенка. И как определить, на какое разрешение на пребывание надо подавать документы, все зависит от того, какое разрешение на пребывание есть у родителей. Например, если у обоих родителей трудовая карта, например, то ребенок сможет получить разрешение на долгосрочное пребывание с целью совместного проживания семьи. Если хотя бы у одного родителя есть разрешение на постоянное пребывание, то есть тервалы побыли, то соответственно надо подавать заявление на разрешение на постоянное пребывание. Здесь стоит упомянуть еще одну важную деталь, которая кажется понятной, и что все должны знать эту информацию. Но случаются случаи, когда все же кто-то верит в то, что если ребенок рождается на территории Чехии, то он получает чешское гражданство. Нет, ребенок может получить чешское гражданство только в случае, если один из родителей является гражданином Чешской республики. В Чехии не действует правило места рождения, оно действует правило, так называемое правило крови. То есть если у одного из родителей есть чешское гражданство, то соответственно ребенок сможет получить чешское гражданство. В других случаях нет, в других случаях ребенок получит гражданство одного из родителей, если у них разные гражданства, или же гражданство обоих родителей, это зависит от условий других стран. Но чешское гражданство может получить только в случае, если один из родителей является гражданином Чехии, а в других случаях получит разрешение на пребывание в Чехии, если у родителей есть разрешение на пребывание. Этот пункт, в котором указывается 60 дней, он очень важен, и не стоит этот срок, не придерживаться этого срока, потому что потом могут возникнуть разные неприятные ситуации, когда будет сложно уже ребенку получить вид на жительство, если бы нападали хотя бы заявление в течение 60 дней. Многие родители ждут получения паспорта, но нет, сначала надо подать заявление на разрешение на пребывание, потому что в основном и консульство требует, чтобы при заявлении на получение паспорта было предоставлено, и было предоставлено, соответственно, и подтверждение, что вы подали заявление на разрешение на пребывание на территории Чехии. Потом паспорт вы сможете донести после его получения и прикрепить его к самому заявлению ребенка. И, соответственно, потом уже, в зависимости от того, свидетельство о получении свидетельства о рождении вас будут информировать в роддоме, а выдает его чешский загс матрика. Потом важная обязанность каждого иностранца, с которым может столкнуться каждый иностранец, который проживает на территории Чехии, это то, какие документы при проверке может требовать полиция. Один из самых популярных вопросов и на сайте полиции по делам иностранцев, которые вынесены в часто задаваемых вопросах, как раз является, что надо носить иностранцу с собой, иметь при себе. Это загранпаспорт, действующий загранпаспорт. Потом удостоверение о разрешении на пребывание, то есть биометрическая карточка или же в случае граждан Европейского Союза это вид на жительство, если он у них есть, конечно. И плюс полис медицинского страхования. В случае коммерческой страховки, коммерческого медицинского страхования, еще нужно подтверждение в оплате полиса. В основном сейчас страховые компании комбинируют эту карточку застрахованного и сам чек оплаты. Некоторые еще нет, поэтому, возможно, вам придется носить с собой и сам чек оплаты. Если же у вас его не будет при себе, то полиция вам предоставит время, чтобы вы его предоставили потом. В случае детей младше 15 лет все указаны выше обязанности ложатся на родителей или же других законных представителей, если нет родителей. В случае не исполнения того или той или иной обязанности санкции штрафные могут применяться к родителям. Носить с собой только интервала недостаточно. Должен быть и паспорт, и страховка. Так указано в законодательстве, что это уже зависит от вас, что вы будете носить с собой, но надо носить эти три вещи, иметь при себе. Как я и упоминал выше, важные адреса для иностранца, проживающего в Чехии, а именно в Берно, это первый адрес департамента по вопросам предоставления убежища иммиграционной политики, который переехал с Туржанки, переехал с адреса Невковского 3065, с Камарова, переехал на адрес Туржанка 115B в район Слатина. Соответственно, если у вас долгосрочная виза и выше, разрешение на постоянное пребывание, на срочное пребывание или уже разрешение на временное или на постоянное пребывание гражданина Европейского Союза или его родственника, вам вот туда, лучше всего записаться предварительно на прием по телефону, который я уже послал в чат, но повторю его еще раз, 974-801-801 или же на сайте frs.go.cz на этом сайте вы можете создать себе учетную запись и через нее регистрироваться на свободные термины. Если же вы не можете зарегистрироваться ни так, ни так, вы также можете прийти в сам департамент и в окошке информации попросить записать вас на того или иного действия, что вы хотите потом сделать в департаменте. Это лучше, чем надеяться на живую очередь и так далее. Если же у вас предкосрочная виза, у вас без виз и так далее, то вам в отделение полиции по делам иностранцев, которое находится в Берно, улица Сейл, 62Б, и плюс полиция еще занимается проверками, а также административными вытворениями и, в общем, этими процессами, чтобы еще проще разделить эти две организации, чтобы не путать, не называть и то, и то полицией. Полиция – это то место, где сотрудники ходят в форме. В департаменте миграции сотрудники не имеют формы, потому что это госчиновники, и у них формы нет, соответственно. То есть вот так можно даже себе разделить эти две организации, чтобы терминологически их не путать. на данный момент, уже, можно сказать, через неделю, год, как Чехия постоянно в каких-то чрезвычайных положениях из-за коронавируса. я хотел упомянуть о том, что должны делать иностранцы, возвращаясь с той или иной страны, или просто приезжая с той или иной страны. Все зависит от того, какого цвета эта страна на карте Министерства здравоохранения Чешской Республики. В основном сейчас большинство стран, это или же красный, или темно-красный, это вы можете уточнить на сайте Министерства здравоохранения, и приезжая с, например, темно-красной страны, надо приезжать с PCR-тестом на коронавирус, который не старше 72-х часов, потом 5 дней вы должны находиться в карантине, и сдав тест после 5 дней, и если он негативный, то все отлично, если он негативный, то вас потом будут информировать, как вам надо действовать, если он негативный, то вы можете приступать к работе или исполнить своей другой цели, к учебе, но перед сдачей второго теста вы не можете ходить на работу, и так далее. Соответственно, еще до введения обязательных респираторов сейчас, уже для иностранцев, возвращающихся с территории красных стран, например, вы должны были в респираторах, сейчас респираторы довольно-таки обыденная вещь, учитывая изменения, которые вступили все с 1 марта. Получение рудного числа, это необязанность, оно так или иначе вы его получите, это министерство его все равно вам предоставят, если у вас долгосрочная виза и выше. Вот, что касается цвета стран и где это найти, потом будет мой email, я на него вам скинул ссылку на ваш email, если вы мне напишите, скинул ссылку со странами, со списком стран, где его найти. Сейчас у меня его сразу нет ссылки и неудобно будет искать, но я вам отвечу, вы не просто напишите, я вам сразу пошлю. Что же касается детей зависит от возраста, надо тоже уточнить, честно признаюсь, это, наверное, сейчас у всех это проблема из-за того, что постоянно выходят новые и новые ограничения и сложно в них сориентироваться, не могу вам сразу ответить по тому делать или не делать, поэтому это тоже уточню и отвечу вам, если вы не напишите email. Еще одна обязанность, которая связана с 2021 годом, это перепись населения Чешской республики, в которой, на удивление, наверное, многих иностранцев должны принимать участие иностранцы тоже. Мы разберемся сейчас, какие иностранцы должны принимать участие в переписи населения и потом я еще пошлю ссылку на сайт, на который вы сможете пройти перепись, потому что изначально перепись будет проходить онлайн и только после того, как пройдет онлайн, которая будет начинаться в конце марта, с ночи 26 на 27 марта, то потом, если вы не примете участие в переписи населения онлайн, потом будет и офлайн перепись очная, но это ваша обязанность принять участие в переписи, если вы не примете участие в переписи, а у вас была эта обязанность, то будут использоваться штрафные санкции, а сейчас вы можете видеть, какие категории иностранцев должны проходить перепись населения, какие не должны проходить перепись населения, то есть все иностранцы, которые имеют постоянное или временное, то есть более 90 дней вы находитесь в Чешской республике, вы должны принять участие в переписи и это вне зависимости от того, что вы сейчас в тот день будете находиться в Чехии или нет, но например туристы не должны проходить перепись населения, это туристами считаются те, у кого виза разрешение на пребывание меньше 90 дней. Все эти категории не подписаны на этом сайте, плюс на этом же сайте можно будет пройти перепись. Извините, сейчас я вам пошлю сайт еще раз для всех в чате вы можете найти сайт, на котором можете познакомиться с более детальной информацией, которая касается переписи населения. Очень важно во время переписи указать актуальную информацию, правдивую информацию о себе, потому что на основе переписи, на основе этой статистики будет потом эта статистика и ее данные будут определять государственную политику в разных сферах жизни, в том числе которая будет касаться иностранцев, и так дальше. То есть стоит напомнить о себе, что вы здесь проживаете и так далее, чтобы Чехия, как государство, в котором вы проживаете, знала о том, что вы здесь проживаете. еще важной обязанностью, которая касается иностранцев, проживающих на территории Барна, является оплата за коммунальный мусор и коммунальные отходы, если вы прописаны на территории города Барна, то это является вашей обязанностью каждый год, в основном в случае взрослых, если у вас нет никакой скидки, скидка касается в основном детей и так далее, или же людей старшего возраста, определенного века возраста, вы должны оплачивать сбор за коммунальный мусор, это 670 крон, сейчас я вам еще пошлю сайт, который касается коммунального мусора, где вы сможете ознакомиться также и на русском, там есть часть, которая касается иностранцев, вы сможете с ней ознакомиться и оплатить, оплатить вы можете или же притя лично по адресу указанному на этом сайте, или же можете оплатить онлайн, также это все описано на этом сайте, или же можете создать себе учетную запись на сайте Берно ID, очень полезный сайт, Берно ID, зарегистрировавшись на котором вы можете покупать онлайн, например, проездной по Берно, также можете оплачивать мусор, можете покупать билеты в разные, например, зоопарки или другие туристические места в Берно и получать определенные скидки, потому что оплатив сбор за коммунальный сар в Берно вы можете получить скидку на годовой проездной. Все детали этих скидок и так дальше все описано на сайте, вы можете с ним совсем этим ознакомиться. Да, что касается переписи детей, то родители должны этим заняться, обратить на это внимание. Здесь вы можете видеть все источники и ссылки, которыми я пользовался и которые вы тоже можете воспользоваться. Все они открытые, все они бесплатные. Прочитав их, вы можете узнать еще больше разных обязанностях, о разных сроках, также вы можете узнать и о штрафных санкциях, которые могут накладываться за невыполнение того или иного обязательства. Самое важное, это, конечно, закон закон о пребывании иностранцев на территории Чехии. Не забудьте взглянуть хотя бы на него. Это важно и интересно. спасибо. 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 . Спасибо.